Всем привет! Короче, я дальше охуеваюсь с этого всего происходящего, что там мне прилетает какая-то внешняя информация, потому что я новости не смотрю. Я смотрела там первое время по поводу войны, там первые там дней пять, и у меня сложилась своя картинка, я всё поняла, и всё, больше я не смотрю. Анахуа, как говорится. Дальше, ну просто у меня есть близкие люди, которые как-то связаны с этим всем. Я украинка, я с детьми разговариваю по-украински, я живу во Франции, мои вибрации личные меня почему-то каким-то чудесным образом вывели из Украины вот полгода назад во Францию, понимаете. То есть у каждого своя персональная реальность, которая зависит только от вашего внутреннего заполнения, наполнения и так далее. Короче, моя мама вот последние три дня вот она ехала из Москвы в Украину, она хотела домой добраться, потому что ну так надо было. И, говорит, она ехала через Прибалтику, там автобусом через Прибалтику, через Польшу и в Украину. И, говорит, ну вот ехали через Прибалтику, и, говорит, все классно так относились, всё хорошо, говорит, приехали в Украину, это был пиздец, говорит. У них там была группа человек, которые ехали там в Хмельницкий, в Винницу, и, говорит, никто не хотел их везти или хотели везти за какие-то бешеные деньги неадекватные. И говорили, а вы кацапам, москалям сраки мыли, и вы там такие хуёвые, потому что вы москалям сраки мыли. То есть моя мама просто, она мне всё время вот говорит, говорит, я вот смотрю эту там ленту какую-то там украинцы в России, сколько ненависти, сколько ненависти. Говорю, мама, да не смотри-то это, блин, выкинь эту ленту нахрен, говорю, удали, блин, ну не смотри. Вот она, говорит, да я в шоке, говорит, я удивлена, откуда столько в людей ненависти там всего. Что, суть не в этом, а в том, что, о чём я вообще говорю? А, у меня вопрос к украинцам. Вот смотрите, конкретный какой-то человек, или как это называется, Путин и его команда, вот они вот сделали вот это вот на Украине. Это просто, блядь, делёжка бабла, сферы влияния, ресурсы, которые потом пилят между собой там олигархи и люди, у которых там есть деньги, которые хотят эти деньги ещё там приумножить или не потерять то, что было. В общем, это ихнее, блядь, дело. Какого хрена вы ненавидите вот украинцы, простых людей, там, своих родственников, которые живут в России, они просто, блядь, там живут? Потому что у меня даже вот, ну, есть знакомые, которые там украинки, они там посрались с родственниками, там, я не знаю, я ни с кем не посралась, потому что я ни с кем не общаюсь, со мной никто не общается. А, ну, я, в принципе, растеряла вообще общение из Украины, вот у меня там есть тоже там подруги были некоторые в Украине, которые искали Бога, ищут Бога, любовь во всём мире, там, духовный прогресс, типа, какой-то был у человека. Но теперь у них вот это, ух, капец попёрло всё, понимаете? С братом средним, которому 33 года, общаемся по очень тонкой линии. Вот я ничего не говорю, только, то есть, я его слушаю, вот он там с ружьём, там, охраняет своё, там, это самое, свой ПГТ, чечельник. То есть, вообще, общение у меня вот ещё, потому что я соблюдаю вот эту какую-то нейтральную позицию, понимаете? Это не то, что нейтральная, это не нейтральная. Почему я должна принимать, блядь, какую-то позицию? Или туда, или сюда. Ну, это же бред, блин, ненавидеть просто людей, потому что они там живут в России. Например, окей, если бы, то есть, всему есть причина и следствие, поймите, блин, украинцы, я не знаю, может, меня кто-то из украинцев услышит? Мне что-то кровь прилило вот прям сюда, что-то меня это всё. Если бы на Украину напали китайцы, вот украинцы просто были бы там в шоке, ахуе, там, все бы бежали, там, что-то делать, но у них не было бы вот этой вот такой ненависти, вот такой вот глубокой ненависти. Потому что, блин, я вам скажу, вот в большинстве вот в Украине эта ненависть к России, она уже просто была давно, она была внутри, в людях. И теперь эта ненависть только вот этот Путин, он, блин, как хирург, он просто пустил там эту, сделал надрез, и через этот надрез полилась вот эта вся ненависть, понимаете? Это всё, потому что это было массово, но также у каждого, говорю, своя персональная реальность, и кто в Украине сейчас находится, у него просто был свой внутренний запрос, какой-то прожить эту ситуацию, или запрос на перемены, запрос на как ещё больше научиться там принятию, ещё чему-то. У кого запрос на агрессию, тот получит эту агрессию, поймите. Я уже не знаю, как бы, ну, ну, я не знаю, почему я это всё говорю, говорю, потому что я это вижу вот так. Да, может, мне скажут, если бы ты была там, под обстрелами, под бомбами, как бы ты тогда, вот там бы ты бы не была такая герой, там бы ты бы так не говорила, ты бы тоже там их ненавидела. Да, возможно, не знаю, но я понимаю то, что если у человека есть внутри вот это, блин, понятие, русские плохие, где-то вообще вот, вот эта пропаганда где-то засела, русские плохие, Путин козёл, вот это всё теперь отыгрывается. У меня этого не было, мне было пофиг на русских, ну, в смысле пофиг в том смысле, что я понимаю, что это вообще меня не касается. У меня есть своя жизнь, блин, которую я должна построить, потому что моя жизнь там куда-то идёт не туда. А люди, то есть, если бы каждый думал о своей жизни, как бы, как свою жизнь, как свою реальность построить, то, блин, и не думал там про Россию, про Путина, и вообще ему было бы пофиг это всё. Наверное, эти люди уже точно не в Украине. И вот говорю, у каждого своя персональная реальность. Вот это... Окей, ладно. А, ещё я оставлю под видео ссылку на видео Древса. Человек сказал такие слова, так их сформулировал, вот мне очень резонирует. Вот, послушайте, послушайте. Всем пока.